Привет, дорогие мои! Сегодня уже новый день и я начала снимать это видео, чтобы показать вам свой макияж. Я не знаю, видно ли вам или нет, смотрю в себя как в зеркало. Вот, я начала постоянно делать всякие макияжи корейские, всякие, в общем, восточные, или как это называется, и мне, знаете, настолько нравится, что, да, я их делаю сейчас каждый день уже, вот, несколько дней, наверное, дня три подряд. Во-первых, смотрится очень нежно, во-вторых, красиво, вкусно, в-третьих, мне кажется, даже как-то молодят такие макияжи, потому что все вот эти вот корейки, японки, какие-то там китаянки, они же все как-то косят под молоденьких девочек постоянно, и макияж тоже такой нежненький, и губки такие зацелованные, и щечки такие румяненькие, и личико светлое. Я сейчас даже забыла про всякие загары для лица, мне хочется сейчас выглядеть так свежо, тем более, что зима, так что загар не совсем естественно смотрится. Вот, а сейчас пойду покупать красочку себе для волос и красить волосы. Смотрите, какой у меня интересный салатик, здесь баклажан какая-то, крупа, помидорки, огурцы, похоже, что... И вот это я даже не знаю, что такое, что-то тоже веганское, в общем, сейчас буду первый раз пробовать. Девочки, обещала вам показать, что получится из того, что я вязала. Получилось на самом деле очень круто, но очень большой мне размер. Вот еще раз спрашиваю вас, посмотрите, я надеюсь, вам будет видно в полный рост. Мне кажется, что я просто утонула, хоть это и оверсайз должно быть, но у меня это, по-моему, тройной оверсайз, или как минимум дабл оверсайз. Вот, а так очень красиво получилось, мне на самом деле нравится. Прям такой этот, как он называется, кардиганчик, но я его маме уже пообещала, если она тоже в нем не утонет. Вот, видите, то есть, конечно, прям это, совсем я тону. А так, мне кажется, очень красиво получилось, я сейчас смотрю вас как в зеркало, так что напишите мне комплименты, хорошо ли я связала, я буду ждать. Покраска, конечно, в этот раз у меня получилась очень своеобразная, вот так вот, как я его сейчас снимаю, все нормально. Но вот здесь, конечно, очень своеобразно, здесь такое сиреневатое, здесь вообще сиреневое пятно, а здесь желтые, такие желтолатые корни. Но надеюсь, что через пару помывочек будет самое вот так вот оно. Вы знаете, я не люблю снимать видео в пустых баночках, поэтому буду рассказывать иногда просто в каких-то своих видео, что у меня заканчивается, закончилось. Вот такая вот водичка от Гарниер Мицеллярная, это была вода, которая с маслом, еще очень вкусно пахнущим. Вы знаете, что хочу сказать? Какую ее сфокусировать? Ладно, вы поняли, буду себя показывать. Я хочу сказать, что эта вода когда-то у меня даже была в фаворитах, но по прошествии времени, я довольно долгое время пользуюсь этой водичкой, потому что она большая, я хочу сказать, что она мне не очень понравилась, покупать я, наверное, больше ее не буду, даже точно, наверное, не буду, потому что изначально мне очень понравился запах, но запах приедается, и, в общем-то, его уже особо не замечаешь. Но в плане того, как смывает водичка, для меня она недостаточно хорошо, буквально, не знаю, я привыкла раньше по одному диску использовать для снятия макияжа, сейчас мне нужно было 2-3 диска, и все равно можете, и потом ресницы еще опять как панда, знаете, отпечатываются под глазами, поэтому иногда уже просто забивала, ложила спать вообще с полу недосмытым макияжем, и клей от ресниц тоже остается, поэтому нет. И в этот раз, когда он у меня уже почти закончился, она, мицеллярная вода, вот, и что-то у меня плохо смыло, что у меня аж глаза вщипало весь следующий день, я поняла, что все, хватит с меня, я ее, наверное, уже буду выбрасывать, там осталось буквально на пару раз использование, и куплю себе какую-то хорошую водичку, я взяла себе, правда, не мицеллярную воду, а просто смывку для макияжа от Lancome, почитала отзывы о самых лучших смывках для макияжа, вот, нашла там Lancome в нескольких статьях, решила взять ее, я вам не буду ее сейчас показывать и сильно рассказывать, покажу ее в своем холл-видео или фаворитах, где-то там, вот, так что от себя сейчас, хоть бы сказать, что поменяла мнение, и эту мицеллярку, вот, я уже от себя советовать не буду. Купила сегодня вот такие сережки, на них долго ходила, смотрела на витрине, на самом деле на витрине они как-то выглядели крупнее, так и не помельче, но тоже не маленькие, и прикол у них в том, что вот эта вот струйка надевается спереди, а вот та вот сзади, получается, что они как бы с двух сторон висят. В общем, посмотрим, на мне еще не мерила. Еще взяла вот такую вот блестящую бронзово-золотую, не знаю, какой оттенок, большую к бронзе штучку, под всякие мелочи на стол, потому что у нас очень много на столе всякого хлама, хочу сюда все сложить, сейчас покажу. Разницу, как будет. Вот, видите, какая у нас красота, потому что, да, я сюда все складываю, муж складывает, я здесь все вышиваю, и, в общем, этот рабочий стол. Вот это все я сейчас буду складывать в коробочку, чтобы было все красиво и аккуратненько. Вот, что получили в итоге, такой минимализм аккуратненький, думаю, еще сюда можно свечечку какую-нибудь поставить красивую, и будет вообще полная идиллия. Видите, такой вот столчик, тут ноутбук. Единственное, что там у меня все равно мои нитки лежат, и стол нужно чем-то отмывать. Если кто-то знает, чем нужны пятна отмыть со стола деревянного, непокрытого лаком, пожалуйста, напишите. Вот, а у нас такой красивый уже вечерний вид из окна. Привет, друзья, это снова я, снова в зеркале, показывать вам очередной аутфит. Мне кажется, что, помимо того, что я пополнила, а может, я и не пополнила, я не знаю, мне кажется, это зеркало меня полнит. Или я так снимаю сверху вниз. В общем, сегодня я в лябутенах, так же вот втянуть. Вот, платьишко такое вот с кружевными рукавчиками, и красная помада, и новые красивые сережки. Короче, типичная русская телочка. Вот. А идем мы сегодня отдыхать с подругой, и муж идет тоже с другом, а может, не с одним, не знаю, в общем, компанией. Вот. Всем привет, у нас снова новый день, и я хотела хвастануть перед вами своей новой шапочкой. Я вчера за вечер связала себе шапку, потому что я очень захотела ее сделать. Нашла, да, видео, как сделать такую шапочку, как связать ее крючком. Потом нашла варианты, как можно расшить шапочку, купила. И, в общем-то, я в полном восторге, на самом деле. Очень прям кайфую от шапки. Так что, кстати, что я хотела давно сказать. Я пассивно почему-то принимаю заказы на вязание крючком. Так что, если кому-то что-то надо, можете писать в личку и договоримся. Вот. Потому что одно время как-то я занималась плотно. Ну, прям навязывала в никуда просто. Вот. Потом, да, раздарила все. И сейчас, в принципе, я понимаю, что мне нравится вязать. Поэтому, если кому-то что-то надо, детскую одежду, также пинетки и прочее. Вот сейчас буду вязать тоже на новорожденного, наверное, в следующие разы. Или варежки себе, может быть, еще не знаю. Так что, короче, пишите. Вот. Ну и, да, скажите, как вам моя шапочка. Я, если честно, в диком изторге. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какой нам пришел наборчик в подарок. Какой-то фирмы. Очень круто. Для Глинтвейна. Такое вот. Сегодня мы пьем вино. 2014 года. Мое любимое Мерло. Неплохое, кстати. Всем привет, дорогие друзья. Это уже какой-то третий день. Я снимаю этот влог. Хочу показать вам свой макияжик. Опять делала его с корейской странички. Но сегодня как-то он не так средненько. Ну, неплохой, но ничего уж такого. Супер, короче. Нормальный. Вот. Сегодня я, кстати, в новом свитере. Я не буду вам сильно его показывать. Take it snow. Take it slow in the snow. Из H&M. У нас уже ужасный распродаж везде. Ужасный, потому что не могу проходить мимо. Если зайду, приходится набирать его. Зашла за свитером. Купила штук, наверное, 7 всяких разных. Примерно. Точно не помню. Вот. Ну да ладно. Речь не о том. На самом деле, я хотела сказать, что я сегодня с утра встала с мыслью, что почему мне никакие подссылки не приходят. И буквально, не поверьте, через минуту постучали, позвонили в дверь с посылкой. Я уже обрадовалась, что это что-то для меня. Потом открываю дверь. И дают посылку на имя моего мужа. Я опять расстроилась. Думаю, что за фигня. Опять не мне. Но, конечно же, я не смогла сдержать любопытство и вскрыла посылку, потому что мне разрешили это сделать. И что я там обнаружила? То, что он мне обещал. Практически. Ах, лупрошечка. Вот такой вот GoPro. Hero 5 Session. Да. И он, кстати, даже можно им снимать под водой, насколько я понимаю. Поэтому я безумно просто счастлива. И это ему отправило казино. Ну, что он там, не знаю, то ли на какие-то суммы наигрывает, то ли он какой-то член там, чего-то там. Ну, в общем, они продолжили ему на выбор несколько подарков. И почему-то он выбрал камеру. Хотя он не снимает. И можно было выбрать кэш. Почему-то он его не выбрал. У меня такое ощущение, что он выбрал для меня, но не сознаётся. Потому что он долго не хотел мне её отдавать. Потому что он не хочет, чтобы я снимала. Потому что он не любит, что я снимаю видео. Но при этом заказал камеру, которая ему не нужна. То есть, наверное, всё-таки для меня. Буду так думать. Так что сегодня буду осваивать новую камеру. И я безумно рада. Надеюсь, что он меня и не отберёт обратно. Вот. Такие дела. Сейчас я собираюсь идти в город. Потому что в пятницу мы собираемся с девчонками. Мне нужно выбрать какой-то себе наряд на пятницу. И купить всем по маленьким подарочкам. Но сегодня, может быть, одной-двум куплю. Не всем растягиваю удовольствие. И очень так весело смотрится этот свитер с моей шапочкой. Вот вчера в H&M такой свет был крутой. Там очень красивое освещение. Что смотришь, что ты просто богиня практически. Вот. Но у меня тут, конечно, похуже. Но тоже ничего. В общем, я всё ещё балдею от своей шапки. Думаю, долго ещё буду балдеять. Очень приятно, когда можно своими руками сделать что-то офигенное. Вот. Ну всё. Я пошла в магазин. Сегодня у меня по плану Pull&Bear. Потому что я там присмотрела себе кофточку. Я для вас также поснимаю, что я буду мерить. Вот. Пошли. В общем, я вернулась с магазина. Ничего себе в плане одежды не купила. Потому что в Pull&Bear одна кофта, которую я хотела. Но вы её видите. Она абсолютно как-то непонятно мешковато сидит. И грудня очень красиво не смотрится. Вот. А два платья, которые я хотела померить. Особенно одно розовое. Оно вообще не надевается. То есть оно очень узкое. В нём нет молнии. И оно колючее. Поэтому я два раза пыталась его надеть. Два раза застряла в нём. И могла бы, конечно, надеть его. Но знаете, вот у меня, когда платье не надевается. Когда оно застревает где-то на голове. У меня начинается какая-то платьевая паника. Платьевая клаустрофобия. Не знаю. И в общем, так я его и не померила. Думаю, ладно. Значит, не судьба. Потому что я не хочу застревать в платье. Особенно, когда, например, идёшь на какое-то мероприятие. И знаешь, что будешь выпивать. И потом где-то застрять в платье. И мне ночью совершенно не хочется. Поэтому я ничего пока не купила. Купила одной подруге подарок. И точно такой же купила себе. Поэтому пока показывать не буду, что купила. Когда я ей подарю, тогда уже вам тоже покажу. Запыхавшаяся, как всегда. Купила. Купила вот такой вот сухой шампунь Батисты. Вот в такой вот новой упаковочке. В расцветочке. Может, не новой, но я такой ещё не видела. Вот. И ещё, посмотрите, мне пришла открытка от Алины. Очень красивая такая открыточка. На голландском здесь написано. Вот её и её дочерей. Вот. Почему-то в этом году у меня аж два человека спросили мой адрес, чтобы отправить мне поздравления. Алина, спасибо, кстати, за поздравления. Вот. А я почему-то, вот не знаю, никому ещё ничего не отправляла. И уже, честно говоря, не сильно до этого как-то... Не знаю, даже, наверное, уже не буду ничего отправлять. Я буду всех лично поздравлять. Думаю, какое бы вам слово дать голландское, поскольку обещала, что во влогах буду вам говорить какие-то новые голландские словечки. Ну, давайте скажу, как будет Новый год. Как я уже сказала, это New Year. Да, похоже на английский. New — это новый, и яр — это год. New Year. Не знаю, насчёт произношений я не профессионал, как вы знаете. Ну и Kerstdagen — это рождественские праздники, рождественские дни. Рождество, короче, что-то в этом духе. Крутое с меня учите. И в продолжении темы своих любимых каналов и каналов, на которые я подписана, хочу рассказать вам о канале Ольги Вейн. У Оли очень много здесь уроков макияжа. Очень красивые. Посмотрите. Вот. Много всяких разных профессиональных красивых макияжей. Помимо этого у неё есть и челленджи. Видео, как интересно оригинально поздравить мужа с днём рождения. Но, в общем-то, в основном, конечно, у неё здесь именно макияжики. Очень красивые, необычные, яркие. И у неё очень классная музыка, хочу сказать, в видео. Так что обязательно заходите на её канал. Если вам интересно всё связанное с красотой, с макияжами, как красиво, качественно сделать макияж, то у вас вот это вам, к Ольге, на канал. Так что ссылочку оставлю в ниже, в инфобоксике. Заходите, подписывайтесь. Ещё нас пригласили на какую-то вечеринку Мишели Фрэнк, как я понимаю. 30 лет, видимо. По-моему, это брат Рональд. По-моему. Такая я добрая. В общем, ну, вы понимаете. В общем, это брат его с девушкой. И да, ему будет 30 лет. Что-то я, по-моему, повторяюсь. Вечеринка будет в стиле 80-90-х. По-моему, прикольно. Не знаю, ещё пойдём мы или нет. Потому что Рональд ещё что-то сомневается. Хотя я вот очень бы пошла с радостью. Потому что я люблю и костюмированные вечеринки. И вообще я тут редко, когда меня куда-то приглашают. Хотя меня на самом деле не приглашали. Пригласили его. Но я думаю, что я всё-таки included, так сказать. Потому что куда же без меня. Ну что, моё первое видео на GoPro. Я надеюсь, что оно вообще идёт. Я купила только что карточку. На 32 гига. Вот. Карточка что-то тоже дороговастенькая. В общем, GoPro, конечно, эта вещь не очень экономная. Плюс надо будет покупать всякие палки там или что ещё надо. Я вообще понятия не имею, что нужно покупать GoPro. Ну а у меня к вам ещё один совет, как стать более счастливым. Избавляйтесь от вредных привычек. Потому что вредные привычки на то, а не вредные, что приносят вред. Да, как бы это глупо не звучало. Избавляйтесь от того, что укорачивает вашу жизнь. Что делает ваше здоровье хуже. Бросайте курить. Поменьше выпивайте. Не страдайте громадью. У каждого цены привычки. Может быть, у кого-то зависимость от отношений каких-то ненужных. Избавляйтесь от этого всего. Это делает вашу жизнь более несчастной. И всё это идёт из психологии, из детства. Например, как в книге написано, что курение. Это идёт, например, как ребёнок начинает цесать палец или грызть карандаш. Что это всё тоже от нервов идёт. И что, в общем, это так связано психологически, что иногда, чтобы избавиться от привычки, нужно даже обратиться к какому-то профессионалу за профессиональной помощью. Вот. И ищите поддержки в людях, которые также бросают. Можете с друзьями, с кем-то договориться вместе. Например, бросать курить. Читайте книги по этому поводу. Я знаю, что книга Аллана Карра действительно сделала чудеса. Потому что, насколько я помню, и мой брат, и мой папа перестали курить после того, как прочитали эту книгу. В том числе, насколько я помню. Можете в разных соцсетях делиться с людьми каждый день, что сегодня я не выкурала ни одной сигареты. И на следующий день, чтобы вам не просто было стыдно перед собой, если вы нарушите договор, но и перед людьми. В общем, ищите поддержки в друзьях, близких. Просто общайтесь с теми, кто тоже уже завязал, бросил. И становитесь более здоровыми. И тогда вы, конечно, будете более счастливыми. На этой ноте я заканчиваю свое видео. Увидимся в следующем видео. Всем здоровья. Пока.